Доброго времени суток, дамы и господа! Вы на канале Опасная Зона, у микрофона Илья, и я продолжаю проходить тень расхитительницы гробниц. Цель у нас где-то там, отправляемся на заброшенный нефтезавод. Я знаю, что сделала. Твое лицо, когда Домингис сказал тебе. Но ведь тебе был нужен кинжал, правда? Так точно. Первый вонпост. Крофт движется к вашей зоне. Найти ее. Крофт проскользнула мимо отряда на пляже. Это не должно повториться. Нам лучше все обыскать. Есть что-то интересное в новой поставке? Дамы и господа, тепловизор. Я впереди. Я что-то вижу! Где? Черт! Ошибка! Какой-то зверь! Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рурк сказал, Крофт идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаю. Вот попадало. У них тепловизор, а у меня даже оружия нет. Черт, еще и прожековы убили. Придется их как-то перебить всех, видимо. Так, надо бы их отметить. Она не пройдет мимо меня. Угу. Конечно. Тихо, 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 тихо. Негде спрятаться. Это вам так только кажется, ребята. Залезаем обратно. Проход у нас там. И они втроем все. Вот еще один здесь есть. Нет. Так слишком палевно. Надо как-то отвлечь его внимание. Неважно. Че, никто не среагирует? Куда-нибудь там. Нет места. Ничего не могу взять. Да ладно, есть место. Ребята, там банки бьются. В этот раз не уйдет. А им пофиг вообще. Я думаю, надо здорового сначала как-то завалить. Посмотрим, как она справится. Не, ну вот этого вроде никто не видит. Надо его вальнуть. Быстро, быстро, быстро. Да шо ж такое-то. Нет места. Посмотрим, так ли она умна. Посмотрим, посмотрим. Так ли она умна. Ну че, они там тусят, да? Все трое найдем. Где здоровяк-то? Мы несем потери! Увидимся, кто все заплатит. Вот, дерьмо, надо осмотреться. На то. Осматривайтесь только по одному, пожалуйста. Будьте осторожнее. Приступаю к поискам. Надо здорового завалить сначала. Стоит спинуть там. Пойдешь впереди, оружие наготове. Она не могла уже перерезать. У нас потеря! Надо найти... Господи, это все здесь осмотреть. Спалит он меня или нет? Начинаем поиски. Надо смотреть поближе. А, хрен с ним. Валим второго. Ну вот и все. Без шума и пыли. Да, оружие мне не видать. Пока по сюжету не выдадут, придется стелсить. Черт, подери, возьмите тепловизор и найдите ее. Тепловая маскировка. Нужно измазаться грязью. Все. Все. Когда бы я уже выстрелил. Жестко она их. Можно, конечно, сюда ловушку поставить. На всякий случай. Так. Где там кто? Наверное, их там много. Как будто без нее в этих жутких руинах было недостаточно страшно. Я раньше ходил с отцом на охоту в такую погоду. Правда, вместо руин были страшные деревья. О, есть что-нибудь? Неважно, как хорошо добыча умеет прятаться, рано или поздно кто угодно ошибется. Небольшой промах, и все будет кончено. Я намек, понял. Спасибо. Отсюда цели не вижу, да? Попробуем обойти с другой стороны. Или это единственный проход? Да, это единственный проход. Ладно. Хоть бы кто-нибудь среагировал на эту приманку, я не знаю. Почему ничего не произошло? А, господи, надо удерживать. Он пойдет его чинить, что ли? А его никто не видит. Я тяну что-то. Давайте посмотрим, как его завалит. Тихое убийство. 30 опыта. Так, они ломанутся сюда, нет? Неа. Им пофиг. Ну ладно, мне же лучше. Давайте-ка наверх лучше залезем. Отсюда обзор будет шикарный. У меня нет столько места. Ой, ё-моё, как их тут много. Давайте их отвлечем вот сюда, что ли. А, а пароход у нас здесь. Ну, зашибись. В принципе, можно не убивать никого больше. А что, туда мне не слезть, что ли? Действительно не слезть. Да блин, что за палец? Удастся свалить? Или меня уже теперь сюда не выпустят? Ну да. Нет, вылезет. Ушла, ушла, ушла. Все, ребята, расслабьтесь. Лариска ушла. Они полезут сюда, интересно? Да нет. Эх, ребята, здесь я. Давайте сюда по одному. Я вас здесь буду подрезать всех. Если будешь и дальше прятаться, то только сильнее разозлишь меня. Нет, он здесь не один. На него кто-то смотрит. Он красный. Так не получится. Хочешь, чтобы все считали тебя слабачкой? Да-да-да. Как скажете. Мне это все надоело. И сваливаем. Сваливаем, сваливаем. Лариска, быстрей. Ах ты, черт. Кто тут убит? Черт, слишком много. Лесимся. Черт, грена. А, не достало. Сдохните, ублюдки все. Все. Тишина и покой. Фу. Не просто это было. Так, где наша цель-то? Где-то здесь была, по-моему. А? Чуть дальше. Ну, дайте мне уже оружие это, елки-палки. Аптечки. Содержат медикаменты. Понятно. О, вот здесь можно было все рвануть. Ну, да ладно. Как-нибудь в другой раз. Ана, ты цела? Вот это землетрясение. Я рядом с нефтезаводом. Тут все взрывается. Иона, нет. Уходи с канала. Что? Они нас прослушивают. Понял. Я тебя найду. Похоже, нам вниз. Ух ты. А тут интересно. Да, теперь у нас будет лук. Это рецепт галлюциногена. Применялся на войне. Должно помочь. Если намазать им стрелы, получится эффективное оружие. Новый навык облик ягуара. Зашибись. Пугающие стрелы заставляют людей атаковать всех вокруг них. Чтобы изготовить, используйте бесшумные стрелы ткани токсин. Ну-ка, ну-ка. Это огненная стрела. Так. Ага. Вот это надо изготавливать. Что-то не хватает. Токсина. А где мне взять токсин? Да ладно. Там еще кабанчики где-то лазают в кустах. Давайте посмотрим, что это такое. О, очко навыков получили. Здорово. Может я из тараканов могу токсин наготовить? Или у меня пока нет навыка, чтобы ловить тараканов. Зашибись. Нет. Ладно, идем дальше. Отряд Тау. Крофт направляется к вам. Повторяю, Крофт идет к вам. Господи, Боже. Она будет наша. Покажите мне ее труп, и весь ваш отряд будет следующим в очереди на испытания дьяконов. Отбой. Все все слышали. За дело. Нас слишком много. Да, стрелай вас. Хе-хе-хе-хе. Зашибись. И сам сдохнет. Красота. Мне нравятся эти стрелы. Так. Спускаемся. Что там с него можно взять-то? Где подкрепление? Какое подкрепление? Зачем вам подкрепление? Базовый лагерь плохо меня слышит. Вот он за работой, и мы усилим твой сигнал. Ладно. Ну и как мне их соединить? У нас потеря! Ага. У вас потери. О, что это такое? Ага, это отвлекать. За мной! Оружие наготове! Вы догадливые, ребята. Ой-ой-ой. Не долго не продержать. Как же. Нереально. Больше я не нанесу. Так, ну че, я тут всех положил? Да вроде бы. Испачкаемся на всякий случай. Хватит прятаться, трусиха! А никто и не прячется. Так, чёрт. Выходи туда, где я смогу тебя видеть! Ага, сейчас прям. Сбежался. Так, где наша цель-то? Здесь. Мы уже пришли. Иона. Иона, ответь, пожалуйста. Он не ответит, Крофт. Что? Он мёртв. Можешь смело добавить своего дружка Иону к списку людей, которых ты погубила. Да пошёл ты, Рурк! Если хочешь забрать труп, он на нефтезаводе. Я иду за тобой. Да ладно, неужели его завалили? Да он просто стебётся наверняка. Шлем. Украшенный шлем. Это артефакт. Он нам не поможет. Чё, прям вот так вломимся через центральный вход. Кардинал-2, наблюдаю цель. Чёрт! Открываю огонь! Твоё жё, что за жопа-то, а? Булемёт от противника. Замплощай! Ух, красота! Побежали, побежали! Забираемся, Лариска, давай! Какая дичь, обалдеть! Замплощайся! Замплощайся! У체적инact. Алк! Уache. Просто без комментариев. Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех... Грядет цунами, нет. Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Надо идти! Только я могу! Только ты можешь! Что? Ну все, всем вам капец. Ребята, вы разозлили девчонку. Вот, так-то лучше. Патроны. Да. Это Рурк. Меня вызвали в Ганн. Гуиндрес, кровь на тебе. Рурк! Что, зассал? Почему у нас вот это чудо повисло в воздухе? А? А мы можем его снять? Прикол. Ещё и лут с него соберём. Класс. База, говорит, кардинал 2. Сейчас красиво там пахнет. Сейчас красиво там пахнет. Граната! Класс. Класс. Налезть. Класс. 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 Нет-нет-нет. Не-не-не. Так я не играю. С вертолётом. Чёрт! Бесполезно сражаться. Чёрт! Они тут всё подпалили. Больные ублюдки. Как ей вылезти-то? Нет, у вертолёту стрелять бесполезно. Это я уже понял. Так, где наша цель-то? А цели нету. Ещё один такой удар мы не увидим. Всё. Мой голос. Последний этот обувь на чём. Чёрт. Мейдей! 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 Эпиджер-финал-пад! Я, правда, так и не понял, как я его сбил. Хотя, ну да ладно. Ларка в одиночку разнесла нефтезавод. Такое бывает только в кино или в компьютерных играх. И этот живой. Как в кино в натуре. Трогательный момент. Эй, ты чего? Я всё только порчу. Да нет. Эй, это не так. Всё получится. Да. Вставай. Куда дальше? Надо уходить. Да я понятия не имею. А подсказка? Сердце змея? Что там? Сердце змея в чаше. Рядом с каменными ликами. И какая чаша имеется в виду? Кубок, что ли? Знаешь, у Майи не было кубков. Стоп. Это не моя. Подсказку оставил миссионер 17 века Андрес Лопес и иезуит. Змея в кубке – это же символ святого Иоанна. Нужна христианская святыня. Как церковь святого Хуана? Но сколько таких церквей? Их десятки. Но не в окрестностях пойдите. Пойдём. Дорога там. Выберемся. Поговорим с людьми. Хорошо. Что бы я без тебя делала? Дорога там. Это же фильм. Каждая. Продолжение следует. Миссия Святого Хуана. Перу. И УАЗик. Мы на месте. Церковь Святого Хуана. Разделимся. Поищу следы Лопеса. Спрошу местных. Может, что и узнаю. Так, пора бы уже найти этот чертов ловец. Пойдём спросим у неё, что эта загадка может означать. Было бы здорово. Сара всю жизнь сходит с ума по каменным лицам. Обычно люди приходят сюда в поисках сокровищ, но не Сара. Она ищет ответы. Вы с ней давно дружите? С самого детства. Она была заучкой, а я вечно прогуливала. Эбби! Можешь мне помочь? Что-то сломалось. Стой, ты что? Талара? Крофт? Да. Я узнала тебя по фото. Что ты здесь ищешь? Я решаю загадку. Сердце змея лежит в чаше, рядом с каменными ликами. Каменные лица. Я тоже тут из-за них. Не хочу мешать вам работать. Что меня интересует, так это змеи в чаше. Что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере четыре столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Но если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят... В общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Так, это у нас побочка. Ну ладно. Что к чему мы тут должны прицепить? Вот так-то. Где у нас основная эта цель? Там. Пойдем сначала за ней. Лара, ты что-нибудь нашла? Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть клеп. Встретимся там. Нет места. Ничего не могу взять. Ошибись. Господи, как тут много ворудов. Пойдешь на кладбище, будь осторожна. Там живет ведьма. И она любит превращать всех в лягушек. Я буду очень осторожна. Одна дама обидела ведьму, и та ее заколдовала. Доступно задание. Угу. Ладушки. Ну что, давайте тут со всеми потрясим, а потом уже пойдем. Ты пришла в миссию за спасением или за ее тайнами? Я... Я не знаю. Наверное, и за тем, и за другим. Ждать, пока жизнь раскроется перед тобой. Роскошь, доступная только юным. Когда-то я такой была. Плыла по течению. Так ты попала сюда? А? Отчасти. Отчасти. Могу я дать тебе небольшой совет? Сделай выбор. Пока его не сделали за тебя. Ну хватит лезть не в свое дело. Что-нибудь купишь? Так. Давайте сначала посмотрим, что мы можем ей продать. Золотые слитки. Отлично. Нефрит весь забирай. Тебе точно понравится. Такс. Шкура. Нет, шкуру не отдам. Так. Покупать мы что-нибудь будем. Винтовочный глушитель. Дульное сужение дробаша. Хочу и то, и то. На все не хватит. Давайте вот этот возьмем. Так нас обоих устроит. Угу. Может еще что-нибудь продать? Что у меня есть ценное? Ладно, давайте шкуру. Тебе точно понравится. Три тысячи. Надо три триста. Черт. Так нас обоих устроит. Вот так-то. А теперь дай мне мой глушак. Тебе точно понравится. Все. Если что понадобится, я здесь. Спасибо, женщина в топовой кофточке. Ты что скажешь? Мой отец привез нас сюда, когда я был маленьким. На каникулы? В экспедицию. Он изучал монументы инков. Скорее, как хобби. У него не было образования. Похоже, он интересный человек. Да, был. О, прости. Ничего, ничего. Я решил вернуться сюда после его смерти. Подумал, что смогу закончить его работу. Понимаю, каково тебе. Но в итоге я просто остался здесь. Что-то в этом месте притягивает людей. И не отпускает. Еще секреты. Монолит мы нашли. Окей. Так, вроде все, да? Надеюсь, со всеми пообщались. Тяжелый труд полезен для души. Орден уже более четырех сотен лет верен своей миссии. И тяжело трудиться ради нее. Когда Анхель, Далакрус и Труэлла с Сарана прибыли сюда, они сразу же принялись за работу. Они считали труд единственным способом стать ближе к Богу. И мы до сих пор следуем их завету. Ну, я рад за вас. Не знаю, как это объяснить, но тебе не кажется, что мир здесь как будто тоньше? Как будто это всего лишь занавес. И если его поднять, можно очутиться в раю. Здесь я чувствую реальную связь между этой жизнью и следующей. А может, мы все здесь уже мертвы? Или, может, мне пора в теньке посидеть? Да, это точно. Гробницу нам открыл. Посиньки. Где библиотека-то у нас? Там. Рюкзак себе купи. Так значит, где-то тут есть склеп. Тайный склеп. Почему тайный? Если тут замешан Лопес, непременно есть подстава. Разумная теория. Ну, а ты? Есть что-нибудь полезное? Я нашел брошюру. На семь шагов ближе к Богу. Кто знает. Может пригодиться. Книжечка о состояниях крестного пути. Ну, быстрее, быстрее двигайтесь. Тут как в Мавзолее. Значит, мы на верном пути. Ну-ка, ну-ка. Я что-то чувствую. Мы уже близко. Давай поищем следы Лопеса. Давай начнем искать прямо отсюда. Я оставил основатель Ордена Семерых. Речь о следствиях, выделенных на ремонт библиотеки. Ясно. Надо просто все обшарить. Хм. Тут ничего интересного. Ну-ка, ну-ка, давайте сломаем. И под крыльями его найдешь ты убежище. Под крыльями его... Еще одна загадка. Почему бы не сломать тут все? Этот крест. Похоже, он сделан в 17 веке. Его оставил Лопес? Под крыльями его. Что бы это значило? Что, нам пора на второй этаж, видимо. Еще здесь мы стенки не ломали. Бомашка. Ну. Дневник Сыра на 11. Ох, этот Сыра на везде свои дневники разбросал. Туда не зайти. В этой книге описано прибытие некоего чужестранца. Он основал Орден Семерых. Может, это был Лопес? Если верить брошюре, мы уже близко. Продолжаем искать. Что-то ты там ничего не нашел, приятель. Все Лариске приходится делать. Апостол Иоанн. Изображение. Ну, пусть будет. Вот еще что-то. Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Те две цитаты из Библии. Солнце померкнет, и под крыльями его найдешь ты убежище. Что это означает? Цапля из отмения. Точно. Ищи цаплю из отмения. Угу. Найдите цаплю из отмения. Наверняка где-нибудь находится в самом неожиданном месте. Так, если я здесь спрыгну, где я окажусь? Во-первых, почему она запрыгнула на стол? Во-вторых, что за голоса такие странные были? О, ништяки. Богатство я люблю. Ну что, спрыгнем здесь, что ли? Да, толку-то? О! Еще бумажка. Опять сарана, небось? Нет. Делакруз исчезает. О, дневник сарана. Ну как же без него-то? Так, с этой стороны мы ничего не сломаем. Обидно. Так, ну что, где цапля-то с затмением? Цапля у нас вот там, на стене, да? А где затмение? Ну вот же оно. Тут спрятана целая фреска. Вера Круз. Истинный крест. Это то, о чем я думаю? Серебряный ларец. Ни с чем не спутать. Иисус берет крест на плечи. Стояние крестного пути. Но почему не все? До семнадцатого века их было семь. Это фреска времен Лопеса. Новая подсказка. Да, это как раз в его духе. Ладно. Где-то здесь должен быть крест. Давай поищем. Да я уже нашел крест давным-давно. Тогда мы найдем ларец. Как забрать ключи на Мелисе? Придумаем. Нашла что? Да. Иисус берет крест на плечи. Помоги поднять. Лопеса. Хорик. Лопеса. Высота немаленькая. Давай спускаться. Спасибо. Стояние второе. Иисус падает в первый раз. Здесь есть надпись. Амбулата Домлучин Хавидис. Ступай, покуда с тобой свет. Так, я понял. Свет так свет. Сработало. Вот так вот похоронят тебя тут, а голову за шором куда-нибудь за крест. Ступай, покуда с тобой свет, дабы не объяла тебя тьма. Как будто подсказка. Или угроза. Похоже на Диму Марию. Стояние третье. Иисус встречает мать. Зеркало запалилось. Намек понял. Как мне его почистить. Ну, что будем делать-то? Я тебя подсажу. Я тебя подсажу. А-а-а. Сработало. Луч указывает сюда. Ну, это я и без тебя вижу. Помощничек. Что с ней не случилось? Видимо свет что-то активировал. Лора! Ты цела? Повезло, что она проржавела. Это четвертое стояние. Да. Давай взглянем на эти фрески. Кажется, здесь на него возлагают крест. Смотри. Кто-то еще пытался пройти. Но не повезло. Да уж. Здесь изображена женщина. А-а-а. И что? Он разговаривать не хочет с нами. Такс. Что я должен делать? Ни фига не понимаю. Вот там еще есть зеркальце. Еще надо поворачивать. Ну точно. Судя по их виду их пытали. Подвесили в потолку. Это был не просто склеп. Ну-ка. Сейчас. 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 И мы опять попадаем в Outlast. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Атмосферненько здесь. Лара. Я ведь не ошибся. Опять стояние крестного пути? Ну с мумиями. Разве это не богохульство? Не обязательно. Они могли таким образом высказывать свое почтение. Или они чокнулись. Наверное, это шестое стояние. Ладно, дамы и господа. На этом сделаем паузу. До встречи в следующей серии. Пока. Хм о бой! Опасная зона!